Зашедшие на трибуну власти на плечах вооруженных националистов, лидеры Майдана в зале заседания Верховной Рады голосуют и голосуют. Отменили закон, придающий русскому языку статус регионального. Разогнали Конституционный суд Украины. Против 12 судей возбудили уголовные дела. В тот же день Европейский Союз признал легитимность Турчинова как спикера Верховной Рады и отстранение Януковича. Президента страны объявили на Украине в розыск, судая следствие, обвинив в кровопролитии на Майдане. Те сотни жертв, которые сегодня есть, это те жертвы ответственности Януковича, который давал приказ. Как тогда, так и сейчас, искать истину на Украине мало кто хочет. Сегодня в стране много других важных проблем. Инфляция, девальвация, тотальная мобилизация и тысячи похоронок, которые летят матерям и женам украинских солдат. И тысячи истребленных мирных граждан на Юго-Востоке. Да и сама Украина стала значительно меньше. Севастополь. Ровно год назад. Вершение! Вершение! Многотысячный митинг возле здания администрации. Люди не просят, требуют. Утвердит на посту главы города Алексея Чалова. Накануне его выбрали народным мэром. Сам по себе митинг был непонятно, выйдет, выйдет народ или не выйдет. В каком количестве он выйдет. Потому что единственной силой, реальной силой, которая в первые дни существовала, это были, собственно, люди. Которые там за мной ходили толпами. Я все время ходил в окружении такой большой толпы людей. Собственно, тогда-то и началось воссоединение Крыма с Россией. И ни Киев, ни радикалы Майдана, ни украинская армия ничего не могли поделать с этим. Любопытно идешь кучу людей, вооруженных вокруг. Ты один идешь и начинаешь требования какие-то предъявлять. Ну, понимаешь, что за тобой там где-то стоит большая страна. Наверное. На площади независимости судьбу многомиллионной страны решали тысячи. Капля в море. А в Крыму, как показал последующий референдум, практически все его жители. Под властью Майдана позже не захочет жить Одесса. Ответом стал поджог Дома профсоюзов. Поднявшийся на мирный протест Донбасс утопили в крови. Из Киева бывшие лидеры Майдана отдали приказ бомбить. Эти люди начинали как воры, а закончили как бандиты и убийцы. Сейчас они в любом случае являются военными преступниками, потому что они совершили массу военных преступлений, начиная с использования армии против собственного народа. Этот взрослый интеллигентный мужчина в костюме был активистом Майдана. Его даже осудили за участие в митингах и массовых беспорядках. Он знает, зачем стоял на площади независимости, как и тысячи других людей. То, за что они стояли, это не произошло. Коррупция усилилась. Посмотрите, что творится в Генеральной прокуратуре, что творится в Администрации президента. Люди с 5 утра записываются в очередь. Если проблем не было, и в череде бы не было, пойдите в Управление внутренних справ. Посмотрите, посмотрите в судах, что творится. Как принимаются решения. Произошло равно то, чего люди как раз и не хотели. А теперь еще и не хотят платить по долгам, в которых утонуло правительство, пришедшее к власти в результате революции. Все больше граждан называют то, что сейчас происходит на Украине, обманом в рамках целой страны. Дмитрий Гусев, Кирилл Леглер, Евгений Карих, ТВ-центр.